Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир, точнее не день, а раннее утро. У нас еще нет 6 утра, поэтому сегодня съемочный день решили начать очень рано. Вчера было 34 градуса Нижегородской области, теплицы были филиалом крематорий, камеры не выдерживают, поэтому мы встали рано-рано, приехали на дачу для того, чтобы с вами провести все съемки, все мероприятия, рассказать полезную информацию. Я сейчас снимаю огурчики в теплице, основной сбор у меня был вечером, но за ночь, как вы знаете, огурчики нарастают в теплую погоду очень быстро. Вот буквально вчера ведро собрала и сегодня на утро еще половинку ведерка собрала. Замала соль, потому что некоторые у меня уже прямо, видите, переросли. Такие я лучше в баночку, как говорится, положу и с удовольствием мы ими похрустим. Но сегодня тема нашей программы все-таки вредители. Жаркую погоду в теплицах они просто начинают бушевать. Все вы прекрасно знаете, что жаркая погода провоцирует взрыв популяции не только тепличной белокрылки, в том числе клещей, сосущих насекомых. Поэтому каждое утро, кроме сбора огурчиков, я просматриваю, пока солнышко сейчас встает, как раз оно только-только начинает подсвечивать буковую стенку теплицы. И я вот так вот прямо на просвет просматриваю все новые листочки на предмет покуса сосущих насекомых. Они, как правило, концентрируются вдоль жилок, проводящих на листе. И очень хорошо видно, когда вот видите, вот такие высветленные участки появляются. Это, скорее всего, результат высасывания сока различных насекомых. Соседка жаловалась, что появилась белокрылка. Понятно, что в такую погоду она может мигрировать с участка на участок, поэтому будем проводить, скажем так, профилактические меры. Я внимательно прошла по всем теплицам, белокрылки нет, но я нашла препарат, который можно использовать на плодоносящих посадках. Огурцы сейчас плодоносят как не в себя, поэтому обрабатывать какими-то, скажем так, инсектицидами, которые с большим сроком ожидания мы просто не можем, потому что такие плоды мы не можем потренировать в пищу. Поэтому берем препарат именно репеллентного действия, который отпугивает насекомых. И давайте сейчас проведем обработку. Дорогие друзья, я вышла из теплицы. Обратите внимание, на боковой поверхности у меня натянута сетка с притенением 55%. Это ПВК. Сетка затеняющая, она служит мне уже не первый сезон. И вот сейчас в ранние утренние часы солнышко поднимается и очень быстро по горизонту проходит и упирается, как говорится, в самую верхнюю часть теплицы, торцевую, вот именно по горизонту, и потом переходит с другой стороны. Поэтому вот с этой части у нас минимальный натяг сетки, остальная часть, как говорится, выпущена на противоположную сторону, где солнце стоит в зените, печет целый день, и растения защищены с той стороны максимально. Сейчас у нас раннее утром. Посмотрите, какая роса у нас на поверхности теплицы. Если бы у нас огурчики были сейчас в открытом и защищенном грунте, я бы рекомендовал, конечно, такой вот росы, потому что мы действительно холодным. Находимся в холодной низине, и роса, вроде бы сейчас полезная для растений, они расправляются в жаркую погоду. Она может стать, скажем так, каким-то таким контрастным температурным фактором, который станет неблагоприятным и могут развиваться какие-то грибные заболевания. Я хочу сказать, что тоненький спонбонд отлично предохраняет вот от такого переохлаждения. Пришли, сняли его на бок, растения просохли, и можно проводить любую обработку. У меня в руках вот такой препарат от компании «Зеленая аптека садоводом», называется «Сочва». Многие огородники его уже хорошо знают. Это препарат вот именно такого, знаете, отпугивающего действия. Не содержит каких-то опасных химикатов, протравителей, которые вредно действуют на плоды и на здоровье человека. Единственное, что он обладает очень резким запахом, поскольку разработан и произведен на основе продуктов переработки древесины. Запах просто непередаваемый, и он может пугнуть пчел и других насекомых опылителей. Но я думаю, что у нас огурчики, они вот именно не пчелопыляемый, портонокорпические, которые сами себя пыляют, поэтому никакого урона урожая мы не понесем. Я сейчас скрываю упаковку и хочу сказать, что этот препарат очень эффективен не только от белокрылки на тепличных посадках, в том числе огурцов, томатов, перца, но в том числе на луке и моркови от луковой и морковной муки, на картофеле от колорадского жука. То есть это безопасный полностью препарат, который мы с вами можем смело использовать уже на плодоносящих посадках. Внутри находится вот такая пластиковая ампула. Я сейчас просто носик у нее отрезаю вот таким образом. И мне нужно будет добавить содержимое ампулы 5 мл на 1 литр 600 мл воды. Вот у меня такая большая бутылочка. Я специально взяла не опрыскиватель, а вот такую обычную вылку из-под воды и вот такой разбрызгиватель, скажем так, расходный, потому что запах от препарата, потом вопрыскиватель, если смешается с другими способами обработки, точнее содержимым по обработке, будет мне напоминать о препарате сочва. Я, честно говоря, запах дегтя не очень люблю, а вот эти продукты переработки древесины очень его напоминают. Поэтому все говорят, ложка дегтя и производных переработки древесины может испортить бочку с медом. Я сейчас вот так вот немножечко крышечку приподниму и возьму необходимое количество водички. Разбавлю и легко перемешаю содержимое ампулы с препаратом сочва. Все, никаких проблем в приготовлении рабочего раствора у нас с вами не будет. Я даже, видите, резинные перчатки не использую, потому что этот препарат абсолютно безопасен для человека, для домашних животных. Просто ручки с мылом помыли, чтобы запаха не было и все. Все плоды, которые вызревают на огурчиках в это время после обработки, можно есть непосредственно после обработки, просто тщательно помыв их. Все, наш с вами рабочий раствор препарата сочва от зеленой аптеки садовода полностью готов. Я сейчас просто одеваю распылитель, настраиваю его на самое мелкое распыление, и мы с вами идем по нашим огурчикам. Мы все в работе, две грядочки огурчиков мы прошли, пришли на посадки уже более младшего возраста. Я беру, опрыскиваю в руку, начинаю снизу вот таким образом и обязательно переворачиваю каждый листочек, вот так вот, чтобы обработать всю нижнюю часть листа до полного смачивания. Потом переворачиваю вот так вот. Работа медитативная, неспешная. Вот так вот. Запах, ребята, такой, знаете, легкой копчености. Кстати, вызывает аппетит. Можно после обработки сходить позавтракать. Вот таким образом прохожу по всем листочкам огурца. Обработка у меня профилактическая. Обработку тепличных посадок проводим при первом появлении вредителей и каждую следующую через 7 дней. Защитное действие препарата сохраняется в течение недели. Дальше проводим повторную обработку. Таких обработок нужно сделать 4 за сезон. Белокрылка нам будет не страшна. Мы ее отпугнем. Опасность белокрылки в том, что она портит не только листовую пластинку, высасывая соки. Она очень быстро размножается. Мы очень подробно рассказывали об этом вредителе наших прошлых программах. Просто в качестве повторений хочу сказать, что она сейчас распространена повсеместно. На территории европейской части ее более 150 видов встречается. Она сейчас просто завоевывает пространство. И уже наши рядовые огородники очень хорошо ее знают, к сожалению. Поэтому распространяется она в такую погоду очень быстро. Если у кого-то из соседей такая красавица появилась, лучше в теплицу к ним не ходить, чтобы на себе взрослых особей не принести, чтобы они у вас не появились. Карантинные меры тоже эффективны в борьбе с вредителем. Ну что, вот таким образом я прохожу по всем своим посадкам, не забывая про пазухи. Вот так тоже маленькие завязи опрыскиваю. И теперь мои растения под защитой. Вот одной такой маленькой ампулы объемом 5 мл мне хватило на всю теплицу. Ведь ее хватает на посадке для обработки 16 квадратных метров. У меня огурчики разреженно посажены, поэтому тщательно обработав каждый листочек, я справилась. Еще я провела, точнее, сделал рабочий раствор еще в одну бутылочку. У меня еще вот такая большая упаковка, объемом 50 мл, мне ее хватит для обработки. И картошечки у меня есть немного на ранний урожай, и в том числе морковки. Сеяла я ее, как говорится, под спонбонд. Она во время массового лета морковной и луковой мухи у меня была защищена. Сейчас я спонбонд, видите, полностью сняла, и мои растения, как говорится, под угрозой. Потому что отдельные особи все еще по участку я видела циркулируют. Поэтому сейчас, как только роса обсохнет, я опрыскивание проведу. Ну что, мои дорогие, есть безопасные препараты на плодоносящих растениях, в том числе, которые защищают наши тепличные посадки от белокрылки. На картошечке от колорадского жука и в том числе лук-морковку мы можем защитить от луковой и морковной мухи, которая не только досаждает растения, но и портит наш урожай, который хуже хранится в том числе, и портит их эстетический вид, именно вид плода. Мои хорошие, солнышко встает, я тороплюсь, мне нужно еще профилактическую обработку провести. Другой говоришь на тепличке. Всем хорошего лета, отличного настроения и щедрого урожая.